МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Норжакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Серик Ахметов обвинил следователя Алексея Шевченко в личной заинтересованности ходом уголовного дела. Новое жилье порадовало жителей подтопленного села Саратубе. В Караганде появилась именная звезда народной артистки Казахстана Макпал Жуносовой. Серик Ахметов обвинил следователя Алексея Шевченко в личной заинтересованности ходом уголовного дела. По словам экс-премьер-министра, следователь проявляет чрезмерную активность. Звонит свидетелям на сотовый телефон и контролирует их показания. Сегодня был допрошен следователь оперативной группы Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана Алексей Шевченко. Вопросы задавал сам экс-премьер. Серика Ахметова интересовала чрезмерная активность дознавателя. Это звонок одному из свидетелей, Ахмету Кужанову, и организации явки свидетелей. По словам Ахметова, у следователя есть личная заинтересованность. У свидетеля Шевченко так же коллабировал, вот так вот все и закрутить, и не отвечать конкретно на вопросы, понимаете. Я уже отвечал, я уже говорил, так далее, так далее. Это способ уходить от конкретного ответа. Поэтому для нас непонятно, почему свидетели защиты обеспечивают явку, в данном случае свидетель Шевченко. Свидетеля тщательно допрашивали и адвокаты. Сторона защиты подсудимых по нескольку раз задавала одни и те же вопросы. По словам адвоката, экс-чиновника, следователь мог оказать давление на генерального директора ТО Стальцин Кратая Ажмуратова и директора ТО Дорсервис Плюс Астана Жанна Рыса Кабдулдаева. Ажмуратов допрашивался в присутствии своего защитника, которого пригласил сам. Было предоставлено право ознакомиться с данным протоколом, допросом, сделать какие-либо замечания, хотели, что проведать обязательное внесение в протокол. В данном праве ни Ажмуратова, ни его защитника Арзамаса никто не ущемлял, данное право было реализовано, данного рода ходатайства не поступало. Со слов следователя, допросы были проведены в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан. Свидетели, уличающие Серик Ахметова, Бауржана Абдишева, Мирама Смогулова и других чиновников в незаконных действиях, показания давали добровольно. Следующее заседание состоится завтра. Аймамрина Жасулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Новое жилье порадовало жителей подтопленного села Саратюбе. Сегодня карагандинские власти побывали в гостях у новоселов, которые уже успели переехать и обустроиться в своих новых домах. Когда воды залили село, важнейшей проблемой было приобретение нового жилья. На то время несколько домов с жителями потеряли единственный кров. Но карагандинские чиновники воплотили основную мечту сельчан за короткие сроки. Я уже три года живу в этом селе. По сравнению со старым домом, этот дом как небо и земля. Я очень доволен. Меня все устраивает. Особую благодарность хотел бы выразить Акиму области и, конечно же, строительной фирме за проделанную работу. Сегодня поздравить жителей с новосельем приехал сам Акиму области. Он прошелся по всем комнатам и удостоверился, что жители очень довольны. Ага, раньше такого у нас не было наводнения. В этом году вот такое вот попали. В беду, ну ничего, где беда и там сейчас радость. Я очень довольна. Довольна тем, что такой построили сил. Самое главное, я хочу сказать, предпочтение отдать нашему президенту, ну, султану Абишу Назарбаеву. Огромное ему спасибо за внимание. Дал долгих лет ему жизни и здоровья желаю. Сельскому Акимату, районному, да всем людям, которые отнеслись к нашему горе добросовестно. 12 новых домов построили за один месяц. Кроме того, всем пострадавшим жителям была выплачена компенсация на возмещение ущерба от наводнения. Новые квадратные метры подходят всем стандартам. Теперь новоселы уверены, что жизнь в их новом доме будет еще лучше прежней. Гульзат Сахова, Александр Царекидзе, 1-й Карагандинский. В Караганде появилась именная звезда народной артистки Казахстана Макпал Жунусовой. Церемонию открытия звездного мемориала перед Центральным парком наблюдали тысячи горожан. Первыми покрывала со стелы стянули Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков и дочь певицы Мирей. За событиями наблюдала и Аима Мрина. Макпал Жунусова прибыла в шахтерскую столицу 18 сентября. Выступив с благотворительным концертом в Доме культуры горняков, певица тепло отозвалась о своем родном городе. Поблагодарила народ за признание ее творчества. Дорогие мои земляки, я давно думала о том, что рано или поздно получу такую награду от вас. Спасибо вам за призвание моего таланта. Спасибо Акимобласти за столь теплый прием. Я рада. Это не только моя победа. Вся это благодаря вашей поддержке. Зрители буквально задарили певицу цветами. Ее почитатели громко аплодировали и выражали свое уважение. Молодая фанатка творчества Макпал Жунусовой Малика Адюсимбаева не могла скрыть своего волнения. Со слов девушки, певицу в ее семье любят все. У меня, получается, родители слушают. Вот, как говорится, из поколения в поколение. А родители? Да, родители, мы сегодня, я была со всей семьей сегодня на концерте Макпал Жунусовой. Дочь певицы, 13-летняя Мирей, радовалась вместе с мамой. Со слов подростка, быть дочерью известной Макпал не так-то просто, ведь иногда она маму даже не видит. Идти по стопам матери Мирей не хочет. Я очень рада, и очень рада, что маме открыли звезду. Это прям знаменательный день. Мама сама очень сильно обрадовалась. Вот, мы с ней тоже, и очень счастливыми поедем домой. Мама певицы в этот день тоже была вместе с ней. 80-летняя Умы Джунусова призналась, что дочь – ее гордость. Кем мне еще гордиться, как не Макпал? Ее талант действительно признан. Спасибо народу за то, что любят ее. Я считаю, что такие артисты должны быть всегда оценены по достоинству. Звезду открыли под брызги салюты и радостные возгласы публики. Затем героиня торжества выступила еще для карагандинцев со сцены, оборудованной на подмостках памятника шахтерской славы. На выходные Махпал Жунусова отправилась на родину в Каркарлинский район, где дала еще два благотворительных концерта. Аллея звезд появилась в Караганде в 2007 году. Ее открытие было приурочено к первому ретро-фестивалю Караганда «Город юности моей». Первая звезда здесь зажглась в честь народной артистки Пебюгульту Легеновой. Затем звезд были удостоены Роза Рымбаева, ансамбль Дос Мухасан, Хайрат Байбусынов и Эскендер Хасангалиев. А имам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Акимы городов и районов области подверглись жесткой критике. Нурмухаммед Абдебекова. Глава региона на очередном заседании отчитал чиновников за несоблюдение стандартов государственной символики. На повестке дня обсудили два немаловажных вопроса, касающихся государственных символов. В текущем году во всех регионах были разработаны планы мероприятий по контролю за применением государственных символов. В них предусмотрены информационно-пропагандистские работы и на сегодняшний день деятельность в этом направлении ведется по плану. Однако глава области сделал ряд замечаний по неаккуратному отношению государственных символов. Тоже потенциал же. Оттуда надо выискивать этих управленцев. Кто на смену вам придет. Или после нас хоть потоп. Этот принцип не пойдет. Вот здесь озвучивался в докладе положительный опыт. Вот по Бухан-Жиралскому району два сельских округа, Уштабинский и Петровский, были определены в качестве пилотных по развитию местных сообществ. Приказами первых руководителей в каждом госоргане сотрудник должен следить за государственными атрибутами. По словам докладчиков, можно с уверенностью сказать, что во всех 43 подведомственных учреждениях государственные символы применяются правильно. Также Аким отметил, что текущий год несет в себе много празднований. В связи с этим, каждое событие будет сопровождаться широким использованием главных атрибутов страны. Это настораживает. Это говорит о понимании этого вопроса руководителям. Понимаете? А если брать глубже, то это напрябую, скажем так, не в полном объеме, как минимум, исполнение установок главы государства в этом направлении. Со слов Акима области, вопрос, связанный с государственной символикой, всегда будет под контролем. В завершении заседания всем участникам были поручены задания. Диана Рамазанова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. Знатоки по-карагандински. Самые эрудированные школьники двух гимназий города продемонстрировали свои знания на ежегодной игре «Белемпаздар». Интеллектуальная игра была организована ко дню языков. Интеллектуальная игра «Знатоки» проводится с 2002 года. Ежегодно в ней принимают участие как школьники, так и студенты. Сегодня же конкурс собрал восемь участников из двух команд. Состязание прошло на казахском, русском и английском языках. Школьники 93-й и 45-й гимназии должны были доказать, что они не только хорошо владеют языком, но и знают ответы на трудные вопросы. На этой игре ребята продемонстрировали, в частности, в приветствии и познание в немецком языке, помимо трех заданных языков, и познание во французском языке, корейский и так далее. То есть ребята, конечно, подготовились, подготовились, все, что связано с языком, с языкознанием, с три единственных языков. Несмотря на волнение, ученики хорошо выступали и отвечали на вопросы. Ученики получили дипломы, грамоты, а главный приз соответствует тематике игры. Победителям вручили книги. Крупных мероприятий, которые проводит библиотека, конечно, это благодаря поддержке управления культурой, поскольку это, соответственно, где-то и финансирование, где-то и поддержка наших коллег. Несколько этапов игры интеллектуалы боролись за победу. Старались обе команды, но жюри не смогли выбрать лучших. Счет был равен и победила дружба. Лариса Хусыинова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А карагандинские школьники запустили в небо рукотворных птиц. Летающие корабли, яркие самолеты и многое другое можно было увидеть в минувшие выходные на юго-востоке города. Управление образования совместно с научно-практическим центром Саракадарана провели областной фестиваль воздушных змеев. Подробности в материале Ларисы Хусыиновой. Впервые в Караганде прошел фестиваль воздушных змеев. Основной темой мероприятия стали герои Великой Отечественной войны. Участники со всего региона получили сертификаты, а победители – дипломы и памятные подарки. Региональный научно-практический центр Сараркады Рены организовал мероприятие для школьников области. Летом во многих городах Казахстана проходили городские соревнования. Победители уже на областном уровне показали свое мастерство. В областном фестивале участвуют команды городов Каражал, Балхаш, Караганда, Нуринский район, Асакаровский район. Участников где-то более 20 участников, которые прошли городской и районной этапы. Воздушные змеи были разных форм и размеров – самодельные и покупные. Даже некоторые из них были с фотографиями и именами героев Великой Отечественной войны. Для победы в конкурсе необходимо, чтобы конструкция продержалась в воздухе не менее пяти минут. Фестиваль провели по нескольким номинациям. Героический странник, властелин небес, змеиный высший пилотаж. Также участникам разрешали выступать в команде и жюри отмечали самых креативных. Мы приехали из Нуринского района, с поселка Киевка. Работа наша посвящена нашим нуринцам, ветеранам очистки войны. Здесь их фотографии. На эту работу ушло около недели. Все ребята очень старались. Им помогали их классные руководители и друзья. Участники приехали из городов Балхашка, Рожал, Караганда, а также из Нуринского и Осакаровского районов. Лариса Хусыринова, Исламбек Успан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. С 1 октября в городе Тимиртау начнется вакцинация против кори подросткам от 15 до 19 лет. Напомним, такая прививка уже проводилась в начале года. Тогда же результаты были плачевными. Однако, отмечая статистику возрастания кори, медики призывают повторить вакцинацию. Специалисты утверждают, что высокое возрастание кори в области наряду с разными вирусными заболеваниями передается на воздушно-капельным путем и представляет за собой особую опасность. Последствия могут быть разными. Судороги, высокая температура, воспаление глаз и даже смерть. Я знаю, насколько серьезна эта инфекция и что это очень заразное заболевание. Также очень много случаев сейчас отмечается. И мы в прошлом году прошли эту вакцинацию против кори. Так как это лично для себя, для своего здоровья. Я знаю, что эта вакцина передается воздушно-капельным путем при кашле, при чихании. Мое мнение, лучше сделать эту прививку, чем болеть и заразиться этой болезнью. Профилактику здорового образа жизни поддержали и студенты медицинского колледжа города Тимиртау. Будущие работники медицинской отрасли объясняют жителям всю важность вакцинации и о ее последствиях. Раздают прошурки, проводят беседы со студентами в учебных заведениях. Нам в этом году провели уже вакцинацию против кори. После этого не было никаких побочных действий. Чувствуем себя вполне хорошо. В этот раз, как волонтеры, мы будем пропагандировать все положительные качества этой прививки для всех людей. Уже с начала октября готовы к старту повторные работы по вакцинации. По последним заключениям Министерства здравоохранения сообщается, что принимаемая монопрививка будет соответствовать всем нормативным требованиям. Гульза Ацахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Чтобы предупредить рецидивы, сотрудники службы пробации Октябрьского района по Кировскому участку нашли новый способ взаимодействия с бывшими заключенными и лицами, отбывающие условные сроки. Теперь для того, чтобы получить социально-правовую помощь, этим гражданам не придется бегать по кабинетам. Квалифицированные юристы и психологи помогут им решить насущные проблемы. На одной из встреч с отступившимися побывала и наша съемочная группа. Александр Асачи отбывает свой срок на свободе. Его осудили за нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас, по словам мужчины, он встал на путь исправления. Встретил девушку и хочет создать семью. Такие собрания, по словам Александра, дают хороший стимул, чтобы вновь поверить в себя. Все люди там ошибаются. Потом вовремя самое главное, чтобы осознать, поменять. Владимир Матвеев освободился из мест лишения свободы совсем недавно. Сейчас мужчина работает сварщиком. С его слов, возвращаться к прежнему преступному образу жизни он не хочет. Я как бы не нарушаю ничего. Я доказал исправление еще сидя в исправительном учреждении. Доказал это поведением, трудом, отношением. Меня выпустили раньше. Сейчас я на учете. Работают с нами здесь инспектора. Проверяют постоянно. Психолог есть. Психологы на порядке. Не все, кто был на собрании, захотели рассказать о себе. Некоторые даже пытались спрятать лица. Однако самые мужественные, твердо решившие начать новую жизнь, задавали вопросы консультантам из Общественного объединения Мир Добра и сотрудникам службы пробации. В Кировском отделе полиции сегодня собрали осужденных без изоляции от общества для оказания им социально-правовой помощи. В этой связи мы предоставили сотрудников, которые могут объяснить им, показать, рассказать, как можно оказать социально-правовую помощь для них. Общественное объединение Мир Добра консультирует регулярно по любым вопросам. Стоит только обратиться. Главное – захотеть изменить свою жизнь. По словам директора организации, помощь у них совершенно бесплатная. В конце встречи присутствующим показали фильм под названием «Раскаяние». Айамамлина Исламбегуспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. По горячим следам на прошлой неделе в одном из гаражных массивов был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. В дом, ставшим центром убийства, по горячим следам привел полицейский пес Винс. Взяв след на место обнаружения трупа, служебно-розыскная собака привела полицейских к дому, где было совершено убийство. Следствие установило, что погибшие и обвиняемые распивали алкоголь. Выпившие хозяева дома начали избивать своего гостя. Ощутив отсутствие признаков жизни у приглашенного, они вынесли тело на территорию гаражного массива и подожгли. Признавшие свою вину, задержанные сами не подозревали, что их задержат столь быстро. А оперативно-розыскная собака Винс взяла след, не замедляя. В полиции отмечают, что благодаря нюху пса в январе текущего года была раскрыта кража из храма Михаила Архангела. Совместно с лезвенно-оперативной группой ОВД города Караганды выехали на место происшествия, где был обнаружен труп. На месте происшествия служебно-розыскная собака Винс взяла след и, пройдя более километров, довела до дома, где были задержаны подрезваемые лица. Продолжаем выпуск. Боевая ничья. Карагандинский шахтер в 26-м туре чемпионата Республики Казахстан сыграл в ничью с Казалардинским кайсаром. За нашу команду активно болели акимы города, области и другие чиновники. На 31-й минуте нападающий команды кайсар Жасулан Молдакараев забил гол в ворота команде «Шахтер». Первая половина игры была напряженной. Были и травмы, и конфликты между соперниками. Болельщики активно поддерживали и подбадривали карагандинцев. Матч не пропустили и чиновники. Каждая команда стремилась урвать победу. Знаю, в какой ситуации мы находимся. Я могу только поблагодарить футболистов за самоотдачу. У нас есть очень большие проблемы. Это знают все, но когда они будут решаться, футболисты, дай бог, они выходят и играют, и отдаются на 100% несмотря на эти проблемы. Казалардинцы не показывали свои эмоции, а вот команда «Шахтер» была очень расстроена. Несмотря на старания карагандинских футболистов, последний счет на табло показал 1-1. Слава богу, что забиваю, помогаю команде, но этого оказывается недостаточно. И в первую очередь я, например, сегодня расстроен тем, что мы не победили. Хотя играли, если честно, мы сегодня не важны. Капитан команды «Кайсар» Мартин Кляйн утверждает, что во втором тайме у «Шахтера» было больше шансов забить гол. А игрок «Шахтера» Обри Дэвид отметил, что у них были довольно сильные соперники. На 53-й минуте игрок «Шахтера» Максим Фищук сравнял счет. Карагандинцы пытались победить до последнего, но прозвучал сигнал. Следующий матч «Шахтер» проведет 27 сентября и встретится с командой «Тарас». И еще об одном. В дни празднования священного мусульманского праздника Курбанайт 24, 25 и 26 сентября определены места забоя скота. Это ТО «Арайки-З», что находится по улице Гоголя, 23,2 и областной оптовый коммунальный рынок Алтын-Сайлау в селе Кукпекты, улица Заречная, 1. До рынка Алтын-Сайлау курсирует автобусный маршрут номер 71 от автостанции «Майкудука». Во всех специализированных пунктах созданы условия по убою животных и первичной обработке мяса, отвечающие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова